Мы продолжаем наши новые уроки по Псаким Витшувот, законы Йорадея, урок изучающих На предыдущих уроках мы делали главу Рейш Мембет, а вот сегодня я хочу начать с главы Рейш Мембав, законы изучения Торы. Очень интересная глава, очень длинная, она займет много уроков, если мы вообще ее когда-нибудь закончим без Раташем. Ну, общее, конечно, предисловие, что каждый еврей обязан заниматься Торой, имеется в виду мужчины, насчет женщины он будет отдельно обсуждать. Кроме того, что есть митсва изучать Тору, он отдельно будет обсуждать митсву, как он называет, ядиата Тора, знания Торы, и митсва помнить Тору и не забывать то, что выучил. И митсву не прерываться, да, запрет прерываться во время изучения Торы. Все это он будет отдельно обсуждать. А, говорит, законы обучения Торе детей и учеников, это он уже обсуждал в предыдущей главе Рейш Мембет, которую мы пока не переводили. В этой главе Рейш Мембав будет только про изучение Торы, а не обучение Торе. И, конечно, есть очень большая награда за изучение Торы. Это все я не буду переводить, это все очень хорошо известно уже. И что Тора в каком-то смысле супротив всех остальных заповедей. Хазай про многие заповеди говорят, что они супротив остальных заповедей. Поэтому понятно, что в буквальном смысле это невозможно понимать, но я уже говорил, что супротив остальных заповедей, имеется в виду, в каком-то смысле из-за этой заповеди остальные тоже выигрывают. Есть заповеди, которые не зависят от других, если, например, человек соблюдает, допустим, законы Шатнеса, это никак не мешает или не помогает в отношении чего-либо еще. Это никак не связано, например, с законами запрета есть некошенную пищу. А вот есть заповеди, которые как бы ключевые, центральные, и от их правильного соблюдения зависят другие заповеди тоже. И одна из таких заповедей это изучение Торы, и понятно почему. Если не знаешь Тору, то не сможешь соблюдать заповеди. Как говорится, не знание закона не освобождает от ответственности за него. То есть даже если человек не имел бы заповеди изучать Тору, нам бы все равно пришлось ее изучать, просто ради того, чтобы знать, как соблюдать. Другое дело, что мы тогда совсем другие части Торы изучали, мы бы, может быть, изучали только практические заповеди, да, были бы книги, подобные Кисушуха Наруху, и подробней, которые говорили бы только о заповедях, которые к нам сегодня относятся. Но вряд ли бы, если бы не было митцвы изучать Тору, многие люди бы сидели и изучали, например, трактат Звахим из Талмуда. Это только коины бы изучали, чтобы быть готовыми, если, да, в их время построить храм, чтобы могли служить в храме. Хофиц Храм, кстати, организовал такой коло для коинов, именно чтобы были готовы для служения. Но, во всяком случае, среднему человеку это было бы не нужно. Тот факт, что есть митцвы изучать Тору, в принципе, да, делает возможным изучение Торы даже для людей, которым никогда те конкретные законы, которые они изучают, не будут к ним иметь отношения. Тем более теоретические части Торы, которые вообще не имеют никакого практического применения. Такое тоже есть. Какой-то анализ, например, очень внимательный грамматических форм, используемых в Тамнахе, да, есть много книг, например. Например, решением по грамматике. Это все не нужно для практического знания какого-либо. Это все теоретическое изучение. Но так как у нас, Брохожи, есть митцвы изучать Тору, то получается, что все это включается в эту митцву тоже. Даже если изучаешь чисто теоретически. Но если бы не было митцвы изучать Тору, тогда бы мы хотя бы должны были бы изучать те части, которые нам нужны для соблюдения. Но я имел в виду, что когда говоришь, что Тальму Тора кинегат кулам, наверное, в основном имеется в виду та часть Тальму Тора, которая именно помогает всем остальным заповедям. То есть изучая Тору, ты можешь соблюдать все заповеди. Или имеется в виду в более общем духовном смысле, что изучая Тору, ты как бы поддерживаешь весь мир. Так, во всяком случае, многие мудрецы считают. И таким образом это тоже сопротив всех заповедей в каком-то смысле. Но это не значит, что в буквальном смысле. Если бы, например, можно было оценить какими-то, допустим, цифрами каждой заповеди. Скажем, шатность, там, это 200. Допустим, запрет, если бы они пишут, 300. Если бы такие цифры существовали, то нельзя сказать, что общая сумма всех заповедей равна общей сумме Торы. Потому что если бы было так, то тогда невозможно вам никакую другую митцву иметь, которая тоже равна всем остальным вместе взятым. А хозяй про многие митцвы говорят, что они равны всем остальным взятым вместе. Значит, имеете в виду не в буквальном смысле, что нет такой оценки, так сказать, да, какая-то по-английски обычно points, да, точек дословно нет, называют по-английски, да, каких-то оценок, что оценивают что-то по какой-то шкале, да. В заповедях такого не существует. Есть множество заповедей, которые все важны. И одни относятся к одним людям, другие к другим, некоторые относятся к приобрелённых обстоятельствах. И там у Тора в каком-то смысле сопротив остальных заповедей. Но не то, что она равна всему, что человек делает, кроме изучения Торы. Вот, а остальные его утверждения, которые он из разных приводит источников, это вы наверняка уже слышали по многу раз, поэтому я не буду проводить всякие утверждения, типа, что это нас поддерживает в Галуте, спасает от Яцархара, лечит болезни и так далее, и так далее. Значит, изучение Торы, в общем, имеет огромные возможности и очень хорошо для человека. И для всего еврейского народа. Значит, первое обсуждение. Геддар хио в лиму Тора. Значит, какой именно есть хио, какая обязанность в отношении изучения Торы, прежде чем он перейдёт к остальным частям, знания Торы, помнить о том, что выучил. Само изучение Торы, да, что именно требуется от человека. Тут Шулхана Рух пишет, что все обязаны изучать Тору. Вот оно Тарамбама цитирует. Что это относится и к старым, и к молодым, и к богатым, и к бедным, и к тем, кто хорошо себя чувствует, и тем, кто болеет и мучается. Всё равно должен стараться изучать Тору по мере возможностей. И следует позаниматься и утром, и вечером, да, то есть днём и ночью. Не обязательно утром, может быть, днём, но, во всяком случае, какое-то время дня и какое-то время ночи нужно изучать немножко хотя бы Тору. И, значит, вот этого говорится вегегита боя мамбалайла. Ты будешь думать о ней днём и ночью. Вообще, это пасух из Йошуа, а не из Хумаша, да. Обычно мы из стихов только из пятикнижья можем учить законы Торы. Ведь изучение Торы – это именно митсвы из Торы. Поэтому как можно из Йошуа учить? Может быть, это речь идёт про самого Йошуа. Так, на самом деле, некоторые сказали, считают, что сам Йошуа так любил Тору, что Всевышнего благословил, сказал, будешь ей заниматься и днём, и ночью. Но, во всяком случае, вот почему-то цитирует этот стих вегегита боя мамбалайла, да, что нужно немножко днём, немножко ночью позаниматься. Навками, даже если человек, например, целый день занимался Торой, то он не должен сразу идти спать вечером, не позанимавшись хоть минутку, хоть сколько-то. И так же наоборот. Если он всю ночь занимался Торой, он хочет что-то должен днём выучить. Что нужно именно и днём, и ночью немножко выучить Торы. А Ремана это добавляет, что если уж совсем нет другого выхода, то можно положиться, что Шма же он тоже считает днём и ночью. А Шма — это тоже своего рода изучение Торы, включая в том числе изучение Торы. Поэтому если совсем нет другого выхода, можно просто положиться на то, что он прочёл Шма утром и вечером. И автор пишет здесь, что согласно Ахроним, на самом деле, не все с этим согласны. Я уже говорил в другом месте, что это не выглядит правильным для него дойти. Но есть действительно Ахроним, которые так считают. А именно, что человек обязан всё свободное время заниматься Торой. Что то, что Шуханаров написал, что нужно немножко позаниматься утром и немножко вечером, или днём и вечером, имеется в виду, что человек очень занят, и у него нет вообще другого времени, он только занят своей Парнасой, например, у него большая семья, он много работает, всё равно должен выделить хоть немножко времени на утро и на вечер. А Реман говорит, что в такой ситуации даже достаточно шмаскать, если совсем нет другого выхода. Но, тем не менее, считают некоторые Ахроним, что если у человека, например, много свободного времени, он вообще ничем не занят целый день, тогда он обязан заниматься всё свободное время Торой. Вот. Я уже говорил, что это отнюдь не убеждает это мнение. Это действительно интересно, что именно большинство Ахроним пытаются такую идею продвинуть, но не большинство Решоним. Да, выглядит из-за Решонима из Талмуда, что это не так совсем. Если бы это было так, то не было бы вообще почти праведников в мире, понимаете? Если считать грешников, либо человек, который тратит какое-то время и не изучает Тору в течение суток, всё свободное время, то праведников на свете почти не останется, это будут единицы буквально. А Тора и Талмуд никогда и так не подходили к еврейскому народу, чтобы всех сделать грешниками. И автор ещё тут обсуждает вообще, почему тогда можно заниматься парнасой, пропитанием, хотя это тоже битуль Тора, по его мнению. Я это вообще всё пропущу. Я уже говорил своё мнение насчёт всего этого. Конечно, счастлив тот, кто может заниматься Торой много времени и основное свободное время, но те, кто так не делают, я их не считаю, что имеет право кто-то называть их грешниками. Следующее, что он обсуждает, это человек, который получает деньги за свои занятия Торой. Засчитывается ли это? И он пишет, что Хида на самом деле считал, что если человек, так сказать, работает тем, что изучает Тору, как мы идём на работу программистом, например, а кто-то идёт в колу, чтобы получать свою стипендию, так такой человек, он не выполняет этим заповедь, квирт и тим. Поэтому ему нужно обязательно хоть сколько-то позаниматься, днём и ночью, опять же, чтобы тьёт себе основную митву, что он занимается не ради денег и не зарабатывая при этом. Хотя, говорит, он этим выполняет заповедь, говорит, изучение Торы. То есть изучение Торы человек выполняет даже, когда ему за это платят. А вот квирт и тим, что иметь времена, в которые нужно позаниматься Торой днём и ночью, это он не выполняет, по мнению их и да. Поэтому получается, что все вот эти люди, которые ходят в колу, им нужно обязательно позаниматься немножко утром, немножко вечером, не в колу или не за деньги. Ещё он пишет насчёт квирт и тим. Тора. Идея такая, что это именно какие-то времена, которые он всегда будет заниматься Торой в это время. Что в этом основное преимущество, что он показывает, как ему важна Тора, что эти времена он только отделяет на Тору. Если человек просто изучает иногда, тогда, иногда, тогда, немножко там, немножко сям, то это хорошо, чтобы он много изучает Тора таким образом в течение дня, но хорошо, если у него будет именно время определённое, когда он всегда изучает только Тору. Вот, например, многие люди передутые молитвы обязательно изучают Тору. И, кстати, если поймать как раз то время, когда ночь переходит в день, это и пошла кодыша особая миссия в это время изучать Тору, то получится, что он выполнил заповедь и днем, и ночью изучать Тору. Очень удобно. Вечером это более трудно сделать, потому что разные времена года, человек может находиться на работе, например, когда день переходит в ночь. Например, в Америке заход солнца сейчас в 4.30-4.45, так в такое время люди обычно еще на работе. А вот утром эта возможность существует, то есть если встать, допустим, в 5 утра, ну, в некоторые времена года это тоже немножко поздновато для того, чтобы еще ночь застать. Но, во всяком случае, большую часть времени, большую часть года, кроме лета, если встать, например, в 5 утра и позаниматься утром полчаса или час, то получится, что как раз во время, когда день переходит, ночь переходит в день, человек позанимался, у него он уже йоци квьют и тим всегда. Его в это время никто и не беспокоит обычно, чтобы он из-за этого был занят чем-то другим. Получится, что из-за ночи потом помолиться с восходом солнца вообще прекрасно. Очень удобная идея, да, сначала утром позаниматься, пока еще темно, и потом начинает светать, он еще немножко позанимался, потом помолился утром, и он уже основную, во всяком случае, митцву йоци. А что именно с той человеку изучать? Тут все практически, ахроним, приводятся слова Дриши. Он говорит, что та, шахта, главный ахроним приводят слова комментатора Ктуру. Был такой Раби Полок или Фолк, автор Дриши и Приши. Это внизу в комментариях Ктура напечатаны они. Основные два комментария Ктура это Бет Йосеф, то есть автор Шухонара Хайбах. А внизу еще есть пометки Рама, называемые Дарки Моша, и еще ниже Дриша и Приша. Так вот, Дриша пишет, что те, говорит, балабатим, простые люди, которые занимаются Торой 3-4 часа в день, не должны заниматься только геморрой, а они должны обязательно изучать халаху тоже, что если человек изучает только геморру, и там, допустим, даже с Рашей, то с Афот, то это недостаточно, этим он не йется практическую халаху. Понимаете, во время Дриши еще не настолько, да, практическая халаха была очевидна, откуда ее изучать. Да, тогда вот он писал комментарий Ктуру, когда уже Шухонарух был принят всеми, то сейчас практически халаха понятно, что это. Это Шухонарух и его комментаторы. Сегодня, наверное, наилучший совет следовать по стопам Дриша, это чтобы каждый человек имел Шиур по Шухонаруху. Именно изучать Шухонарух с комментаторами. Уже какие комментаторы, это зависит от человека. Да, есть те, кто хотят очень детально изучать законы, поэтому Рахаим изучают с Мишнобрурой, например. Другие хотят изучать в более общих чертах, хотя бы Шухонарух и Бергетив, например. И тем более, что есть же части Шухонарух, которые не имеют Мишнобруру. И не весь Шухонарух имеет практическое значение, опять же, для этого, может быть, удобнее изучать сначала Китса Шухонарух, чтобы человек хотя бы знал Китсу Шухонарух весь. В общем, есть разные подходы. У Сифатли сейчас очень распространилась книга рабийц, как и Йосефа, с финалом Вадия Йосефа, называемая «Ялкут Йосеф». Очень распространилась, но она очень большая тоже. Он все время еще пополняет его и издает в каждом новом издании больше глав, больше страниц. Поэтому, кстати, так тяжело его цитировать. Ты можешь цитировать, допустим, седьмую главу, пятая халаха, а уже в новом издании это будет в совсем другом месте. В общем, так или иначе, не знаю, Йосеф это хорошо, конечно, изучают, но все законы так знать не будешь, потому что там слишком много всего. Наверное, лучше в Китсу Шухонарух иметь пометки какого-нибудь сифардского раввина, который объясняет, как это для сифардин. Есть, например, в Мордыха и Лиаху пометки Китсу Шухонаруху. Это можно изучать. Потом есть Мишнобрура с изданием для сифардин одного раввина, Ишмацлех, кажется. В общем, это какая-то группа раввинов из, по-моему, Тунизы. Тунижи. Из Джирба. Там есть остров в Тунисе. Называемый Джирба. Да, по-моему, они оттуда. В общем, эти мудрецы сделали пометки к Шухонаруху, к Мишнобруре, к изданию Мишнобруры для тех, кто, соответственно, следует сифардскому обучу. А для Шкиназим, как я сказал, Мишнобрура – это хороший вариант. Но, опять же, так как Мишнобрура тоже очень длинная, то, может быть, для начала лучше Мишнобруру изучать Абергетив или Китсу Шухонаруху, чтобы просто сначала все халахи знать более-менее. А для сифардин, кстати, для самого начала можно еще Бенышхая читать. Бенышхай, конечно, не все виды халахот там приводит. В этом основной недостаток. Если вы посмотрите, например, законы Рошашана или Йомкипура в Бенышхай, то там их очень мало, они почти ничего не объясняют. Он какие-то отдельные вещи там и сям упоминает. Видимо, даже человек уже знает основные законы. Но, чтобы для Балтшувы выучить все законы основные, лучше Китсу Шухонаруха изучать, чем Бенышхай. А вот законы в субботу все с точностью до наоборот. Вот. У Бенышхая все очень подробно. Практически большая половина второго года изучения Бенышхая – это про законы субботы. А наоборот, у Китсу Шухонаруха у него всего несколько глав, и только он полагается, что человек и сам знает уже основные запреты субботы, все именно работы. Поэтому тут лучше как раз Бенышхая изучать. В общем, каждый выбирает для себя те книги, которые ему больше подойдут. Но главная идея, что нужно именно изучать халаху. Что недостаточно изучать только гемору и дафьоми какой-нибудь шиур, или просто гемору с рашей. Ну и автор пишет, это, конечно, никто не спорит с этим, что если есть вообще много времени, то хорошо бы изучать всего понемножку. То есть немножко изучать та нах. Хумош мы и так изучаем. Мы обязаны все изучать паршу, да, читать дважды микро, и один раз торгум или раши. Это и без того понятно. А потом еще слушаем чтение, да, парши. А вот остальные части нах, а многие люди никогда так и не прошли. Я не могу сказать, что я всем рекомендую читать весь нах, на вим и кту вим. Там есть очень сложные места, которые язык очень тяжелый, и не очень понятно, что конкретно мы из этого выучим. Например, книга Иова больше оставляет вопросов, чем ответов. И можно, конечно, попытаться ее изучать с комментарием Рамбана. Но, во всяком случае, не все книги нах, они одинаковы в этом отношении. Хорошо бы знать первые книги хотя бы на вим, которые обычно, кстати, наши дети тоже изучают в вешивах, и, в частности, девочки в еврейских школах, в битяковах обычно изучают нави, решоним, во всяком случае, в первых классах. И это очень удобно, они хотя бы будут знать общую историю, то есть от Йошуа до Млахим хотя бы. Поздние пророки тоже, может быть, неплохо изучать, но это гораздо сложнее, язык гораздо более сложный. Книгу Мишлей, по-моему, очень хорошо изучать. Игра так советовала своей жене, кстати. И Когелет, и Мишлей, это вот книги, которые людей, людям учатся, мусар, самый лучший мусар, это мусар Танаха, да, чтобы попроще жить, чтобы не хотеть лишнего. Да, это книга Когелет, основная ее тема. А книга Мишлей просто много очень полезных притч и пословиц. Вот. Значит, он говорит, что если есть время, пусть изучают Танах. Во-вторых, Мишна-Йод, очень хорошо, действительно хорошая очень идея. Тогда можно весь, во-вторых, устный закон выучить хотя бы в общих чертах. Если все Мишны человек пройдет, то он будет знать хотя бы весь общий устный закон. Можно то же самое делать, если изучать всего Рамбама. Это выбор, либо всю Мишну, либо всего Рамбама. Таким образом, человек будет знать хотя бы в общих чертах всю Тору. Он позже будет говорить о Митве, в принципе, знать всю Тору. Так что весь Талмуд не все могут закончить. И в Талмуде очень много пилпула, поэтому там все равно это ничего не остается в голове, а только огромная трата сил, чтобы понять, что они имеют в виду. А потом, кстати, это все равно чаще всего Митве, Тюхта и в Халаху не попадает. А вот изучая Мишну, человек именно себе таким образом дает общие знания обо всей Торе. Сколько Тора Кула. Поэтому я тоже с ним согласен, что Мишну очень хорошо изучать. Все Мишнает. И у нас, кстати, есть уроки устные по всей Мишне, кажется, на нашем сайте. Потом Гимура. Ну, Гимура, конечно, нужно изучать хоть какое-то время. Это вообще человек развивает мозг, и он понимает Свару. Но нужно знать, какие трактаты тут брать. Некоторые люди берут именно те трактаты, которые самые сложные, но самые малоприменимые. Я бы лучше после этого изучать Брахот, и тогда вместе с изучением Шухонаруха человек лучше поймет источники законов. Это очень хорошая идея. Брахот, Мигела, Шаббат. Потом, говорит, сифре и мусор изучать. Тоже, конечно, очень хорошая идея. Только они считали, что ученики Графт, не нужно слишком перебарщивать в этом отношении, что есть люди, особенности среди хасидов, которые только сифре и мусор почти изучают. Сейчас это уже не так, но в их время таких было много. Поэтому они считали, что нужно мусор изучать несколько раз в день, но понемножку, не слишком. Потому что это легче всего, и поэтому людям нравится. И мы хотели бы целый день только сифре и мусор читать, и всякие истории праведников и тому подобное. Ну, истории праведников это вообще часто даже не попадает в категорию Тарму Тора, так уж. Здесь автор про них не говорит, он говорит про мусор именно. Но все равно даже мусор изучать обычно легче, и в меньшей степени человек обычно изменяется от того, что просто очень много читает мусора. Слишком много так же плохо, как слишком мало. Это как соль в пище. Слишком много добавишь, пересолишь. А если не положишь вообще, будет невкусно. Так вот, немножко мусора и много Тора, это хорошо. Так считал Гаон и Рабихамез вложено. И еще говорит, если он может даже хидушить Тора, что-то свое открыть, да, даже для себя, даже в чем-то. Если человек новое что-то открыл, это прекрасно, конечно. И еще говорит, что некоторые, многие праведники стараются хоть одну мусор, то знать хорошо. Что хорошо знать одну мусор, то Грага, что вообще хорошо выучить наизусть мусор, то, что если человек где-то находится, у него книги нет, он может пока думать о своей мусор, которую он знает наизусть. Ну, это, конечно, от каждого потребует трудно такое. И на этом мы пока закончим наш урок. Дальше он будет говорить о еде от Тора, о митве. Знать Тору, это отдельный разговор. Урок у сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.